Только шестая часть автобусных перевозчиков КОМИ подала документы на получение лицензии. Всего их около пяти сотен. А ведь уже с 29 июня выход на маршрут без лицензии будет административным нарушением. И штраф это только на первый раз. За повторное совершение наложения штрафа на граждан в размере 50 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, на должностных лиц 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 100 тысяч рублей, также с конфискацией транспортного средства, на юридических лиц 400 тысяч рублей, также с конфискацией транспортного средства или при остановлении деятельности на срок до 90 суток. Перевозчикам стоит поторопиться. Срок получения лицензии 45 дней. Контроль на исполнительной власти и органах местного самоуправления. У меня просьба, мне информацию направьте в разрезе каждого района. Соответствующее, кто подал, кто не подал и причины. Да, хорошо, Сергей Анатольевич. Спасибо большое. А я уже сделаю тогда выводы. Кроме того, создан специальный реестр база всех пассажирских автобусов. И пока в регионе учтены всего 135 единиц. Оба требования обязательны и при заключении контрактов на перевозке для всех организаций. Принятый закон – это усиление контроля и борьба с нелегалами. Дополнительно на региональном уровне в декабре прошлого года было принято постановление правительства, которое определяет остановочные пункты, где вводятся дополнительные ограничения для осуществления перевозок по заказу. Эта норма должна упростить органам автодорожного надзора механизм-доказатель фактов незаконного осуществления регулярных перевозок. Снижение легального пассажиропотока, ноль налоговых отчислений и ответственности за жизнь пассажиров. На качество автобусных перевозок влияют и теневые таксисты. В Усть-Куломском районе сегодня только три частника работают с лицензией, хотя четыре года назад их было 150. Менталитет местных жителей таков, что немногие идут так называемыми подсадными утками, чтобы доказать эти. Мы привлекали волонтеров с других муниципалитетов, но штрафы, повторюсь, неогромные. И люди продолжают работать. Мы сегодня несем убытки по нашим автобусным маршрутам. Четыре года назад на возмещение выпадающих доходов мы закладывали в бюджете 700 тысяч рублей. В этом году уже 2,5 миллиона рублей. Я знаю муниципалитеты, там 5-6 миллионов. Еще одно требование – онлайн-кассы с 1 июля. Разработана и новая методика начальной максимальной цены контрактов на регулярные маршруты, с учетом которой перевозчик будет стремиться к обновлению подвижного состава.